Карагандинцы смогут увидеть останки потомков современных лошадей гипарионов, а также древних бизона и мамонта. Выставку привезли из Павлодарского областного в областной историко-краеведческий музей. Экспонаты пробудут шахтерской столицы в течение месяца. Марк Брюшко расскажет подробнее. В выставочных боксах можно увидеть вещи, отражающие яркие моменты жизни Павлодарского региона. Предметы народно-прикладного искусства, накладки анкальчугу, предметы быта, посуда, деньги – все это является настоящим сокровищем для ценителей истории. Дикоинка экспозиции «Останки мамонта». Такие же костные останки мамонтов находятся и у нас в музее. То есть имени Сарарка в древности, в эпоху Голоцена, а Голоцен мы называем ту эпоху, когда в нашем регионе жили вымершие в то время, в наше время, и в то время здравствующие животные, представители которых, кости которого здесь находятся. Помимо этого, сотрудники музея гордятся и собственными находками, которые они получили в результате археологических экспедиций. Раскопки проводились на территории Актагайского и Каркаралинского районов. С собой любители истории привезли золотые серьги, жертвенные сосуды и бусы из полудрагоценных камней. И что следствием, явилась первая наша экспедиция, каркаралинский район, могильник Козылту, каменный жертвенник, относится к Тосмолинской археологической культуре центрального Казахстана. Предварительно мы датируем 6-7 века до нашей эры. Могильник был разграблен, женское погребение, но наше счастье, наше счастье наших ребят-археологов, очень уникальная находка. Выставка проводится в рамках национальной программы «Народ в потоке истории». Вместе с зубом мамонта в Караганду привезли рог бизона и конечность гепариона – древней трехпалой лошади. Целые скелеты доисторических животных в шахтерскую столицу привезти побоялись. Коренные зубы, которых у мамонтов было по одному в каждой половине челюсти, несколько шире, чем у слона, и отличаются большим количеством и твердостью пластинчатых эмалевых коробочек. По мере истирания зубы мамонта, как и у современных слонов, менялись на новые. Такая смена могла проходить до шести раз за период жизни. Глобальный ледниковый период зарешился примерно 365 тысяч лет до нашей эры. Последние мамонты, обитавшие, что немаловажно, на территории современного Египта, вымерли около 7 тысяч лет до нашей эры. Я думаю, что для всех ценителей истории эта выставка станет настоящим подарком. Спешите вы посетить музей. Марк Брюшко, Суслан Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский.